ТЕРИТОРИЯ МАШИН Те же смотрели ролики из США, где полицейские эффектно задерживают очередного негодяя, не жалея патронов и автомобилей. У нас, как всегда, наоборот. Буквально недавно в Казани произошел случай не то что вопиющий, но просто уникальный. Спасаясь от преследования сотрудниками ДПС, 40-летний житель Татарстана протаранил пластиковые двери. Нет, не супермаркета, а аэропорта Казани. После этого он совершенно спокойно проследовал внутрь терминала и ехал по нему, подвергая опасности жизни людей. Наши доблестные полицейские преследовали нарушителя бегом, изредка попинавая его автомобиль. Закончилась гонка по терминалу не захватом, а тем, что водитель просто врезался в столб. Возникает резонный вопрос. Как оценивать действия сотрудников ДПС, которые просто пустили ситуацию на самотек? Ведь протаранил двери он не с первого раза. Несколько минут полицейские безуспешно пытались разбить стекло пятнашки просто кулаком. Почему не рукояткой табельного Макарова, например? С другой стороны, таранить подобного товарища нельзя. Ремонт за свой счет. Начнешь стрелять, затаскают по кабинетам. Поэтому чаще мы видим, как наши полицейские нянчатся с нарушителями, как с детьми. А могли бы, как американские, впечатывать в отбойник. Компания «Вольво» представила общественности особый ключ от автомобиля. Нет, он не жидкий и не прозрачный. Он красный. Смысл изобретения в следующем. Этот ключ создан для того, чтобы его можно было передавать третьим лицам. Сотрудникам сервисов, парковщикам или тем, у кого маленький стаж вождения. Если автомобиль обнаруживает красный ключ, то он автоматически активирует все системы безопасности и не дает их отключить. Максимальная скорость ограничивается на отметке 120 км в час, а радио нельзя включить на полную мощность. Адаптивный круиз-контроль держит максимальное расстояние. В общем, автомобиль ощетинивается и становится максимально безопасным. Вот бы многим из наших водителей такие ключи. Чтобы хотя бы машина за них думала. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.